Сезон зимних осадков вынуждает водителей доставать из багажника щетки и скребки, а также покупать морозоустойчивую жидкость для омывания лобового стекла. История знает много баек про ядовитую незамерзайку и вроде бы все водители уже в курсе, что приобретать неизвестную жидкость на обочине трассы чревато неприятными последствиями, но проблема до сих пор актуальна. Автомобилисты в попытках сэкономить все еще покупают незамерзайку у недобросовестных продавцов. Подсунуть некачественную омывающую жидкость могут не только мошенники на дороге, но и соседи. Автомобилистка Елена из Подмосковья пожаловалась в соцсетях на соседа, который продал женщине плохую незамерзайку. По ее словам, одна из четырех купленных бутылок пролилась в багажнике автомобиля, где находилась сумка со спортивной одеждой. Машина постояла на морозе всего полдня, когда женщина обнаружила, что вся одежда и пол багажника покрылись льдом. Чтобы не рисковать, автомобилистка поехала в отапливаемый паркинг и оставила там машину на случай, если лед успел образоваться и под капотом, он может вывести из строя всю систему омывателя, включая бачок, форсунки, трубки и переходники, а также электрический насос. То, как быстро заледенела незамерзайка в машине у Елены, объясняется недостаточным количеством спирта в составе, и он стремительно выветрился после разлива. Такую схему снижения концентрации спирта производители часто используют ради экономии. Незамерзайки без запаха – самые вредные. Любая незамерзающая жидкость имеет стойкий химический запах, который обычно приправляют фруктовой отдушкой. Если жидкость не имеет запаха, значит в ее состав вместо легального изопропила добавлен запрещенный метанол. Дело в том, что метиловый спирт запрещен при производстве стекло омывающей жидкости с 2000 года. По данным Роспотребнадзора, длительное воздействие метанола вызывает головокружение, боли в области сердца и печени, приводит к ухудшению зрения, а также к заболеваниям верхних дыхательных путей и дерматитам. Но многие водители, несмотря на вредность метанола, предпочитают покупать незамерзайки без запаха. Кроме того, они дешевле. Пятилитровая канистра такой жидкости стоит обычно не более 100 рублей. А вот незамерзающая жидкость из этилового спирта считается эффективной и безопасной для использования. Однако стоимость этилового спирта гораздо дороже. В среднем 1 литр этилового спирта обойдется в 200 рублей. На сегодняшний день основным компонентом незамерзающей жидкости является изопропиловый спирт. Именно на основе этого вещества разливают незамерзайки, которые можно купить в магазинах и на заправочных станциях. Изопропил вызывает резкий запах жидкости, который производители пытаются скрыть фруктовой или цветочной отдушкой. Но вовсе не свидетельствует об опасности паров данного спирта. Хорошая незамерзайка не оставляет разводов и может иметь едкий запах, который достаточно быстро испаряется и не оказывает негативного воздействия на экологию человека. Слишком дешевые жидкости лучше не покупать. Стоимость производства незамерзайки с легальным составом не позволяет производителю продавать ее дешевле нескольких сотен рублей. Поэтому, скорее всего, жидкость с низким ценником производится из более дешевого и как следствие вредоносного сырья. При этом если пропорции метанола небольшие, то водитель не почувствует себя плохо после первого же применения, а стекло это вещество чистит хорошо и практически не имеет запаха, что позволяет производителям не тратиться на отдушку. Некоторые автомобилисты, несмотря на запрет метанола в производстве стеклоочищающей жидкости от Роспотребнадзора, считают пары метилового спирта безвредными и уверены, что бутылка незамерзайки не может стоить дорого. Именно на таких водителей и рассчитывают производители нелегальной незамерзайки. Единственный минус, на который указывают любители нелегальной незамерзайки, а таких пока еще немало, это разводы, которые жидкость оставляет на лобовом стекле. В промышленности метанол используется также в качестве растворителя, поэтому его попадание на кузов в высокой концентрации может привести к изменению цвета пластика, стекол и резины. Чаще всего подпольная незамерзайка имеет синий цвет, потому что синий краситель – самый дешевый. Но на самом деле цвет незамерзайки может быть абсолютно любой. Доказать, что именно подпольная незамерзайка является причиной плохого самочувствия водителя, довольно сложно. Тем более, что особо экономные водители умудряются разводить такую незамерзайку водой, разбавляя ядовитый состав, но рискуя образованием льда в бачке. Главные правила при покупке незамерзайки. Представители Роспотребнадзора давно призывают водителей покупать стекло, омывающую жидкость исключительно в специализированных магазинах и избегать покупки незамерзайки на обочинах дорог и в других несанкционированных местах торговли. Для того, чтобы упростить водителям выбор, в Роспотребнадзоре даже разработали четыре основных критерия, на которые стоит обращать внимание при покупке незамерзайки. На упаковке должен быть указан логотип компании, а все надписи должны быть напечатаны легкосчитываемым шрифтом. На этикетках легальной продукции водитель может прочитать инструкцию по применению, а также там всегда указаны даты производства, срок хранения, подробный состав, меры предосторожности и адрес производителя. По требованию покупателя продавец должен предоставить сертификат соответствия. На незамерзающую жидкость должно быть оформлено свидетельство о госрегистрации, которое должно быть у продавца. Каждую зиму проверки незамерзайки проводят и раскачество. И каждый раз ведомство находит виды жидкости, которые не отвечают нормам безопасности и даже заявленной на этикетке морозоустойчивости. Ежегодно сотрудники лаборатории раскачества предупреждают водителей о том, что подпольная продукция может нести вред здоровью, в прошлом году химики нашли образцы, которые при попадании на человека вызывали раздражение на коже и конвенктиве глаза. Спасибо за просмотр этого видео. Удачи вам на дорогах.